Есть такое мнение, что историю человечества можно прочитывать по войнам. Действительно, обращаясь взором назад, невозможно не заметить, что их было несметное количество. Вообще подсчитано, что за все тысячелетия, что живет человечество, около 300 лет были без войн. А все остальное время войны всегда были и, скорее всего, они будут. Ну, а как противопоставить какой-нибудь заслон вот этому процессу, который далеко не обнадеживает, наоборот, заботит, беспокоит? Наверное, все-таки необходимо общими усилиями осушить болото недоверия и ненависти. Иногда удается это сделать. Приветствую вас на площадке Баку-нетворк. Я Тофик Аббасов и мой собеседник, известный азербайджанский ученый, ученый, известный не только в нашей стране, но и за пределами Азербайджана. Профессор-доктор наук Фуат Мамедов. Фуат Малим, он специализируется на вопросах и политологии, и культурологии. Но мы сегодня будем говорить о наших основных заботах, о наших проблемах, которые непосредственно связаны с оздоровлением ситуации и в Восточном Зангизоре, и в Карабахском районе Азербайджана. То есть, для нас это экономические два района, но, тем не менее, они претерпели огромные потери после почти 30-летней оккупации армии со стороны Армении. Но теперь, как мы знаем, восстанавливается жизнь. И в этой проблематике есть еще и маленькое звено, связанное с реинтеграцией армянского меньшинства в азербайджанское общество. Фуат Малим, я думаю, что эти проблемы вам хорошо известны. И вот, безусловно, многие норовят рассматривать этот вопрос в политическом или геополитическом контексте. Но мне кажется, что после завершения 44-дневной войны уже сейчас как бы выдается вперед культурно-гуманитарная составляющая этой проблемы. Потому что необходимо восстанавливать доверие между людьми, надо возвращаться к хорошему прошлому. Не к тем последним 30 годам, которые были годами ненависти, недоверия, военных преступлений и так далее. Но вот есть разные, скажем, подходы и разные двери, через которые можно войти в эту проблематику. Вот как вам представляется именно усиление культурно-гуманитарной составляющей в нынешних реалиях? Тофик Малим, спасибо большое. Эта тема очень трогательная, очень болезненная для наших народов. Но мы должны рассматривать пути, которые ведут к миру, сотрудничеству, взаимопониманию и солидарности. Я бы даже сказал культурной идентичности. Почему? Потому что наши народы всегда жили вместе, всю историю. И будут жить вместе. И каждая война заканчивается обязательно миром. А в основе мира лежит только высокая духовная культура человека, общества, государства и человечества в целом. Только культура может спасти мир, если мир защитит культуру. И вот сегодня мы, конечно, должны думать, как нам быть. Я очень, например, рад, очень рад начавшимся переговорам. Потому что я считаю, что альтернативы им нет. Мы должны достичь взаимопонимания. Мы должны строить наше лучшее будущее на основе именно культурного видения наших проблем, наших взаимоотношений. И идти к ним на основе тех технологий, которые обеспечат и нас, и наших детей, и наши народы в будущем. И восстановят, я бы даже сказал, во многом наши прекрасные ранние отношения, которые вот на протяжении моей личной жизни всегда были. Например, в Баку столько жило армян, столько среди них было друзей. И сегодня десятки тысяч армян живут. Среди них есть родственники многих из нас. Понимаете, мы должны подходить ко всему с точки зрения высокой культуры человека. Нет другого подхода. Фландмай, абсолютно с вами согласен. И самое главное, идет сейчас процесс, скажем, восстановления отношений в рамках нашего азербайджанского государства. То, что вы затронули тему, скажем, переговоров между Азербайджаном и Арменией, это вопрос внешней политики. А мы в основном сконцентрированы на внутренних наших вопросах, процессах. Потому что армяне, как мы знаем, недавно совсем, президент Ильхам Алиев, он сказал, что граждане Азербайджана армянской национальности. То есть мы от них не отреклись, не отрекаемся. И у нас нет таких поводов, чтобы сказать, что они не наши. Наоборот, мы хотим как раз вот вернуть, как говорится, все на круге своя. Но, естественно, мешают силы, которые политизированы, и их представители тоже еще и работают, действуют, занимаются, я бы сказал так, раскольничеством внутри Карабаха. В той среде, где живут азербайджанские армяне. Вот как в этой ситуации перестраивать процесс, насыщать его оздоровительным каким-то компонентом, терапевтическим, может быть, чтобы сознание созрело для того, чтобы вот, да, мы уже отходим от ненависти в сторону сосуществования и добрососедства. Вы хорошо затронули этот вопрос и коснулись именно сознания. На самом деле, ведь сознание человека не только отражает объективный мир, но и творит его. А поведение человека меняется с изменением его сознания и культуры. Да, действительно, были силы, которые были заинтересованы в конфликте между нашими народами. Они сейчас есть? И сейчас есть. И тогда им удалось спровоцировать этот конфликт. Я вот, когда начал говорить, я об этом говорил, что прекрасно жили. Я, например, проходил офицерские сборы, когда еще был студентом, да, в Ханкенди. Там жили и азербайджанцы, и армяне. Прекрасные были отношения. Мы выходили часто вот по воскресеньям, когда у нас был свободный день. Общались с людьми, ездили в шушу, джидордузи. Никаких проблем не было, понимаете? Я думаю, что есть только один путь. Только один путь. Это высокая духовная культура. Я не хочу вот сейчас кого-то хвалить, кого-то не хвалить. Я человек объективный. Вот, например, наш уважаемый глава государства, Ильхам Мелим Алиев, он, на мой взгляд, парадигма высокой духовной культуры. Вот посмотрите, как он к этому подходит. То есть он есть олицетворение этой парадигмы? Конечно, конечно. А ведь высококультурный человек, он выгоден не только Азербайджану, но и Армении, и всему миру. Прошу прощения, Фуадмайон, к вашим словам. Просто в дополнение, в Армении очень прислушиваются к мнению Ильхама Алиева. Вы помните, даже в военные и поствоенные времена даже обращались к нему граждане армянской национальности из Армянской республики, взвали о помощи, о поиске потерявшихся военнослужащих, о выдаче или передаче армянской стороне тел погибших, которые погибли в военных действиях. То есть авторитет Ильхама Алиева, он есть еще среди армян Армянской республики. Видите? Замечательно. Так вот, сегодня очень важно нам понять, нашим народам, что именно высокая духовная культура, когда я говорю высококультурный человек, высококультурный азербайджанец, высококультурный армянин, что это значит? Это значит знание, умение, организованность, нравственность и созидательная деятельность. Вот, допустим, что может быть где-то разделять, да, вот, ментально наши народы? Допустим, да, одна из сфер культуры – религия. Посмотрите, в мире как много разных религий. Они состоят из трех компонентов. Первый компонент – это вера, второй – это ритуалы, а третий компонент – это нравственность. Нравственность примерно во всех религиях базовая, одна и та же. Составляющая. Вера – это, понимаете, совесть человека, потому что Всевышний живет в чистом сердце. И тут уже национальность не играет роли. А вот ритуалы, они даже в одной и той же религии, допустим, в христианстве или в мусульманстве, посмотрите, сколько ритуалов, они являются основой противоречий, конфликтов и так далее. Даже здесь мы должны подходить на основе культурологического подхода, на основе веры. А что такое вера? Вера – это совесть, значит, это нравственность. Опять мы выходим на культуру, которая имеет два крыла. Не только интеллектуальные, но и нравственные. Нравственные в первую очередь, потому что человек, обладающий высоким интеллектом, но негуманный, несправедливый, понимаете, он не может быть действительно культурным. Он цивилизованный, а человек нравственный, но не образованный, понимаете, без знаний. Он уязвимый, он может быть, как вам сказать, предметом манипулирования, который кому-то выгоден для столкновения народов. Вот обратите внимание, значит, после военных действий уже прошло достаточно много времени, и были первые контакты между представителями наших властей и жителями Карабахской общины, армян. Но вот как только там объявились, скажем, какие-то незваные гости, все эти попытки восстанавливать отношения, вернуться к прежним связям и так далее, все это оборвалось. То есть мы тут видим еще и руки, которые тянутся извне. Но тем не менее, карабахским армянам внушают страхи, что, мол, азербайджанцы могут вас уничтожить, подвергнуть этническим чисткам, не знаю, чуть ли не совершить геноцид, хотя в традициях азербайджанского народа таких грехов нет, в отличие от тех сил, которые сотворили, скажем, геноцид в Ходжалы, прошу прощения. Но тем не менее, этот процесс очень-очень тяжело идет. Ну, может быть, среди армян Карабаха есть какой-то комплекс вины, или же им внушают это, что вот мы перед ними виноваты, потому что мы сотворили много бед, преступлений, и сейчас они нам за это отомстят. Вот как избавить это сознание такое, ну, массовое, скажем, да, которое присуще армянской общине, живучей в Карабахе, как их избавить от того, что все, что было, мы все помним, да, не забывается. Но тем не менее, мы должны идти вперед, уже не держась за какое-то оружие, наоборот, взявшись за сознание, за здравый смысл, и самое главное, с верой в лучшее. Хороший вопрос. Спасибо, Товик Меллим. Если бы мы, оба наших народа, жили, скажем, вот на одной территории, допустим, да, я бы сказал, что путь к этому культурологическое образование и просвещение, но мы живем в разных странах, и те армяне, которые живут на территории Азербайджана, они на самом деле граждане Азербайджана, они в течение столетий жили, да, и те, которые вот остались после этого конфликта, они жили и живут, и их предки жили. Конечно же, они граждане Азербайджана, и никогда мы их никаким действительно репрессиям или каким-то, знаете, трудностям не подвергали. Следовательно, я думаю, что одним из подходов к решению этой проблемы может быть создание прекрасной культурологической модели отношений именно в Ханкянди, на территории Карабаха, для того, чтобы это увидели и армяне, живущие в Армении, и весь мир. То есть от объективных этих данных никуда не уйдешь. С другой стороны, мне кажется, в рамках этой политики надо было бы выявлять армян, которые живут и сегодня. Вот десятки тысяч армян, родственники, матери, там, я не знаю, близкие азербайджанцев, да, они живут в одной семье, в одних тех же семьях, смешанные и так далее. Вот как-то на их примерах тоже может быть какой-то социологический опрос тоже проводить, культурологическое анкетирование и так далее, чтобы они объективно рассказали о том, как им живется в Азербайджане, сказали о каких-то своих пожеланиях, потому что азербайджанцы всегда были интернациональны. Мы это помним еще по периоду Советского Союза. Сколько здесь жило разных национальностей и сегодня живут. Армяне жили, например, мы помним. Они живут и в остальных частях Азербайджана тоже. Конечно живут, конечно живут. И потом мы помним, какое отношение было к армянам теплое, понимаете? Как к родным мы их не отличали от своих. Даже министры у нас были армянами. Да, да, я помню, да. Так что я думаю, что вот один из подходов, потому что ключ это культурологическое образование и просвещение. Но мы же не можем это делать в Армении. А вот здесь... А нам это и не нужно делать в Армении. В Армении есть свое правительство, есть свои какие-то инстанции, которые отвечают за эти правительства. Мы должны это сделать в Азербайджане, в том числе и в Карабахе, где живет армянская межинство. Обязательно, обязательно. А вот с чего конкретно начать? Или какой-то первый шаг должен быть. Вы понимаете, тут невозможно не заметить вот ту пелену, которую как бы воссоздали вот эти вражеские силы, противящиеся, значит, восстановили отношения между азербайджанцами и армянами вообще. Вообще, чтобы вот именно вот ушло или там исчезло вот это вот недоверие. Потому что мы точно знаем, что в Карабахе среди армянской общины есть люди, которые и пожелали стать гражданами Азербайджана. Они даже в социальных сетях разместили свои обращения и ролики. Что мы готовы, но пусть нам не мешают. Я не думаю, что очень хорошо живется там внутри, скажем, Карабаха, где там есть самозваные, скажем, президенты, там сектори госбезопасности, там, не знаю, какие-то министры, парламентарии. Безусловно, у них есть огромные преференции, и они живут за счет рядовых несчастных налогоплательщиков, которых держат под напряжением. Причем одним из средств давления на сознание, на психику этих людей является тот самый страх, который им постоянно внушается. Что вот, придут азербайджанцы, лучше вы поддержите нас, чтобы у нас были бы преференции, возможности, особые положения. И они, как ни странно, имеют в кармане паспорт армянской республики, потому что Карабахская, так называемая республика, она никем не признана никогда в жизни, она не станет субъектом права. Конечно, да. Вот с чего начать, чтобы именно вот эти люди поняли бы, что, наверное, может быть, надо открыть какие-то площадки новые, чтобы они смело выезжали за пределы своих мест обитания, с тем, чтобы, может быть, даже не Азербайджане, а Грузии, там где-то на какой-то там другой стороне, с тем, чтобы появились бы первые контакты, потому что без контактов невозможно доказать, что мы не держим камень за пазухой. Конечно, конечно. Нужно, чтобы они выезжали, чтобы у них вот этого чувства ограниченной территории не было. Понимаете? Я почему об этом говорю, Флагманин? Прошу прощения, я просто поясню свою мысль. Тут разговор не о том, что там какая-то должна быть третья сторона. Нет. Для нас важно пойти на двусторонний контакт, потому что, как вы сказали, правильно заметили, они граждане Азербайджана. Да. И об этом заявляет гарант безопасности, независимости любого нашего гражданина, президент Ильхам Алиев. Тем более. То есть, он гарантирует защиту каждому гражданину, есть слабо у Конституции и так далее. Поэтому тут разговор не о том, что между нами должен быть посредник. Нет. Мы категорически, наверное, отвергаем эту возможность. Потому что мы достаточно, ну, не знаю, благоразумны и культурны с тем, чтобы выйти на связь на двусторонней основе. Посредничество снижает где-то качество переговоров. Конечно. Хочешь или нет, потому что туда привносится постороннее мнение, отношения. Еще посредник начинает играть на себя. Интересы. Посредник играет на себя, за свои интересы. Да, да. Поэтому я думаю, что нужно общение, нужны контакты. Даже вот как-то подумать о том, чтобы вот какие-то мероприятия проводить между жителями Ханкинды армянского происхождения, бакинцами, других регионов. И потом, извините меня, какие-то мероприятия, понимаете? Извините, есть азербайджанцы, выходцы из Ханкинды, которые тоже никак не могут попасть на свои земли. Да, да, да. То есть увидеть вот город или там село, где они родились. Это ненормально. Вот надо этому положить конец. И я думаю, что все должно происходить на основе доброй воли. Да. Потому что, когда человек видит добрую волю, когда он видит искренность, доброжелательность, добродетельность, готовность протянуть руку, помочь не только на словах, но и на деле, уже появляется вера, доверие. А если есть вера, доверие, уже человек идет на сближение. Еще я хочу обратить внимание наших уважаемых зрителей, слушателей, на то, что очень важно я не даром сказал о таком феномене культуры, как религия и вере. Очень важно духовное родство. Вы понимаете, Тофик Меллим? Независимо от национальности. Я, например, в своих трудах везде пишу, и все, кто мои труды читали, они это знают. Я пишу, что истинным критерием ценности человека является не национальность, не этническая принадлежность, ни религия, ни пол, ни место рождения, ни место проживания, и даже не профессия, а его культура, духовная культура. То есть, интеллектуальная и нравственная культура. Это два крыла духовной культуры. Вот, исходя из этого, каждый интеллигентный человек, добродетельный человек, патриот своей родины, должен в первую очередь поднимать культуру своих людей, всех социальных слоев, абсолютно. Это, я считаю, что архиважная задача сегодня. И нужно стараться способствовать сближению культуры вертикали и горизонтали культуры, то есть, интеллектуальной элиты, культурных элит и народных масс. Чем меньше будет разрыв между ними, тем больше будет взаимопонимания. И к нашим единым целям, которые отвечают интересам и азербайджанского народа, и армянского народа, мы тогда придем быстрее. Я думаю, что вот эти процессы было бы целесообразно запускать на территории Азербайджана, чтобы они уже, вот и армяне, живущие в Армении, во всем мире, видели, что это действительно процессы, которые отвечают интересам армянского народа. А кто хочет плохо жить? Кому нужны войны? Люди же хотят хорошо жить. Значит, правильно нужно поставить идеи во главу угла. Вот какие ценности? Какие ценности? Ценности, которые нас сближают. Мы должны способствовать тому, чтобы между нами как можно больше формировалась культурная идентичность. Невзирая на то, что мы люди разных национальностей, разного вероисповедания, культурная идентичность это нечто, это духовное родство. Вот это сближение поможет преодолеть вот все искусственно создаваемые какие-то преграды, в которых возможно заинтересованы какие-то люди. Но они точно заинтересованы, безусловно. Поэтому нам необходимо освободить или там защитить наши отношения от внешних воздействий. Они есть, были и скорее всего будут, но тем не менее мы должны прорвать вот эту блокаду, скажем, которая мешает нам именно выйти на контакт. Обратите внимание, мы, допустим, на официальном уровне сказали, что приглашаем в Баку представителей армянской общины Карабаха. Они дважды отказались. двери можно сказать, что они открыты. Но, пожалуйста, сделайте первый шаг, потому что мы и так и так фактически восстановили нашу территориальную целостность. Вы живете внутри Азербайджана, но не может быть такого, чтобы вы, живя в Азербайджане, пользуясь возможностями, ресурсами, да все, что угодно там есть, чтобы вы не принимали нашу юрисдикцию, да еще и носили в кармане паспорта других стран. Вы можете их носить, но прежде всего вы должны принять азербайджанское гражданство, потому что вы живете на азербайджанской земле. Логично. Да, и потом, вы помните, какой был всплеск недовольства, когда Азербайджан установил контрольно-пропускной путь на государственной границе. Это же законное право Азербайджана. А какая страна может допустить, чтобы какую-то часть его территории контролировали бы внешние силы, причем недружественные какие-то силы? Но такого же не бывает. Вы простые граждане, вы должны принять гражданство. Вот в этом отношении вот с каким обращением вы могли бы, скажем, подойти вот именно к рядовому представителю армянской общины Карабаха, чтобы он услышал вас и правильно понял бы? Я прежде всего сказал бы, что мы должны строить свою жизнь на основе добродетели, доброй воли, взаимопонимания и общности наших интересов, потому что нет более высокой ценности, чем сама жизнь. Вот понимаете? Ради чего вот какие-то люди, молодежь, должны были терять жизни, да? Посмотрите, сколько из той и с другой стороны людей погибло, да? Ради чего? Вот ради чего? Я вообще не понимаю, почему этот конфликт должен был начаться. я, например, помню по своей жизни, что прекрасные были взаимоотношения между азербайджанцами, армянами, совместной семьей и так далее, дружба, никаких проблем не было. Зачем? Значит, кому-то это было выгодно. Конечно, они свою выгоду взяли. Не будем называть этих людей поименно, потому что они являются антигерой. Да, не будем, конечно. Не будем, да, но тем не менее, они свое с гаком, как говорится, взяли. Они разместили свои капиталы, ворованные капиталы в США, в Канаде, в других странах, здесь армянские общины, но они любят Карабах издалека, а вот Карабах мы любим, потому что это наша земля, в том числе и те армяне, которые там, это и их земля, но они самоизолировались, и я думаю, что никому не хочется, вот вы говорите, кто бы хотел потерять свою жизнь, естественно, никто бы не захотел этого, но а кто, допустим, желает сегодня изолироваться от остальной части мира, они же живут в казарменных условиях, причем эти казарменные условия создали им эти так называемые президенты, секретари Совета Безопасности, там, не знаю, парламентарии и так далее. А почему они все разъезжают по всему миру, а вот Карабахскому среднестатистическому жителю армянской национальности необходимо терпеть вот это вот прессинг, давление, еще и сталкиваться с каким-то дефицитом, скажем, и ресурсов, и внимания, и вообще не представлять себе будущее, как они будут там жить. Вы правы. Прошу прощения, неужели вот их устраивает такой изолированный образ жизни и, самое главное, нарастающий страх, потому что есть информационная составляющая всех этих процессов, и там мы видим грязные руки, ядовитое сознание, именно очень калечащее начало. Я думаю, Туфик Малим, очень важно общение, очень важно, вот это очень хорошая идея, о которой вы сказали, нужно будет пригласить их Ахсаккалов в Баку, организовать встречу с интеллигенцией Азербайджана, с теми же армянами, которые живут в Баку, понимаете, чтобы они почувствовали, что они действительно жители Азербайджана, никто их отсюда не гонит, это их земля, они жили и будут жить, и гражданство они должны иметь, конечно, безусловно, просто надо снять вот это вот занавесь отчуждения, понимаете, его надо снять, этот водораздел надо снять, а это, конечно, не вопрос одного дня, здесь нужно, как я еще раз говорю, общение, обмен мыслями, культурологическое просвещение, на основе общечеловеческих ценностей, с учетом национальных ценностей, надо к этому очень тонко подойти, чтобы гармонизировать это все, чтобы все это воспринималось как родное и самое главное, чтобы было доверие. А как вам идея культурного десанта, допустим, из Баку, из других городов нашей республики, в Ханкианды или наоборот, скажем, представители армянской общины посещают сопредельные районы, культурный десант именно, чтобы вот именно состоялось бы взаимодействие, общение, диалог, потому что без диалога будущее этого процесса невозможно представить. Конечно, конечно. Я думаю, что надо все формы использовать, но больше культурологические, потому что основой основ является культура. Нет других подходов, понимаете? А культура это два крыла. Здесь и интеллектуальное крыло, которое опирается на науку, образование, просвещение. Здесь и нравственное крыло, которым воплощены все прекрасные человеческие ценности, потому что не бывает хороших, плохих народов. В любом народе бывают и плюсы, и минусы. Здесь многое зависит именно от того, вот как мы образовываем и воспитываем молодежь. Очень важно. Вот надо систему ценностей, потому что ни силой права, ни правом силой, ну невозможно убеждение человека изменить. Если у него вот здесь уже вот это сформировалось только, только через культуру, только через просвещение культурологическое, дополнительное культурологическое образование, которое подтверждается жизнью, понимаете? На практике. Вот это не только слова, а на практике добродетельное отношение, сотрудничество, взаимопонимание. Вот надо к этому идти. Ну и потом не будем забывать, насколько армяне, они привязаны к своей культуре, все равно напоминают о том, что у них древняя культура, что они очень просвещенный народ, и они много привнесли в мировую цивилизацию. А вот докажите, пожалуйста, еще раз, как говорится, что вы действительно обладаете большой культурой. Да, я тоже считаю, что для них это путь очень даже хороший, приемлемый, потому что у них есть этот капитал, и у нас есть этот капитал. Нужно просто вот эти водоразделы, конечно, водораздел снять, объединить этот капитал, и жить вот ради того, чтобы было определенное будущее. Вопрос о реинтеграции армянской общины Карабаха в азербайджанскую действительность, в нашу жизнь. Вы оптимист? Что вы имеете в виду? В этом вопросе вы оптимист? Вы верите в то, что это получится? Я считаю, что если будет правильный подход, если бы наш уважаемый глава государства не верил бы, он на это не пошел бы. Я так считаю. Он очень мудрый, умный человек, у него сильная логика. И действует безошибочно практически? Безошибочно, безупречная у него логика. Если бы это, я считаю, что это единственный путь. То есть, другого не дано? Нет. Только, понимаете, армяне Карабаха, они фактически граждане Азербайджана. Карабах это Азербайджан. Они живут там. Никто насильными методами какими-то не собирается манипулировать ими и так далее. Мы открытый народ. И армяне тоже. Хотя есть силы, которые манипулируют ими. Мы знаем, кто это. Ну, извне. Ну, поэтому нужно на основе культурного общения, диалога, культурологического просвещения, вот как можно больше надо общаться для того, чтобы вот Кааниевгаршмах, как говорится. Это не значит, Жить в одной среде. Да. Это не значит, что кто-то хочет уменьшить или ограничить культуру другого народа. Например, армян. Или права. Нет, абсолютно нет. Полная здесь может быть свобода. Самое главное здесь, на мой взгляд, Тофик Мелем, надо все строить не на основе национализма, а на основе патриотизма. Да. Вот армяне являются азербайджанцами, да, Азербайджанцы. Национальная принадлежность армяне. Армяне-азербайджанцы армянской национальности. У нас есть единый азербайджанский народ. Конечно, вот они часть азербайджанского народа. И никогда никто в этом, на моей памяти, им не отказывал. То есть, наши вины в том, что произошел этот конфликт тогда, да, в то время, период Горбачева. Нашей вины в этом нет. Абсолютно видит Всевышний. И они сами знают об этом. Спасибо, Фуадмайль. Будем надеяться, что наши соотечественники, сограждане, армяне Карабаха, они послушали вас. Они должны делать выводы, безусловно. Потому что мы к диалогу готовы. Как вы уже сказали, правильно заметили, президент Архамальев является гарантом этого процесса. Он все время сдерживает свои слова, он действует безупречно, как вы заметили. И поэтому тут не должно быть места сомнениям. А если сомнения кто-то подпитывает, то это вражеские силы, которым не нужен мир между азербайджанцами и армянами. Будем надеяться, что наши сограждане всегда будут на правильной стороне истории, сделают верный выбор, и вот этот процесс реинтеграции, он начнется и завершится успешно. Будем надеяться. Спасибо, еще раз напоминаю нашим зрителям, что гостем нашей рубрики на платформе Баку-нетворк был доктор наук профессор Фуат Мамедов. Спасибо, берегите себя и до следующих встреч. Субтитры сделал DimaTorzok